Сборная Мордовии по грек-римской борьбе накануне вернулась из Ирана, где стала серебряным призёром клубного чемпионата мира. Борьбе за место в финале команда «Легион» одолела соперников из второй команды Ирана – Грузии, Украины и Киргизии. В решающей схватке за чемпионское звание наши борцы сошлись с первой сборной Ирана, которая являлась действующим чемпионом данного турнира, и уступили с общим счётом 2-8. Причина такая, которая – это опять же в Высокогорье, когда прилетели туда, должна быть определённая адаптация, а там 1900 сразу приехали, там ходить-то надо, идёшь быстро, сердце выскакивает, а там сразу надо было ещё и бороться. Были и другие объективные причины. Финальный поединок мордовская команда начинала уже, проигрывая в счёте один балл, потому что перед решающим раундом лишилась Мурада Лакьяева, выбывшего из строя в связи с травлением. А поскольку сборная Мордовии выступала на турнире без запасных, категория до 98 килограммов, осталась без нашего представителя. Нагнетала атмосферу и сумасшедшая поддержка иранских болельщиков. Поддержка, конечно, выходишь, не сравнится ни с чем. Брани борьбу очень любят, и выиграть там у иранца, это, мне кажется, дорогого стоит, потому что некоторых начинает это как-то волнение придавать. Меня, наоборот, как-то это взбодрило. Выходишь уже, думаю, 6 минут, сейчас просто отдать, всё, побиться, и нужно выиграть. Максим Сурков свою финальную схватку с иранским соперником выиграл, так же, как и Денис Муртазин, который сотворил настоящий спортивный подвиг. Проигрывая в финале со счётом 1-8, он сумел в итоге одержать победу 10-8. Серебряные медали команды Мордовии стали повторением прошлогоднего результата, показанного сборной Ростовской области. Но при этом ростовчане в прошлом году укреплялись за счёт борцов из других регионов, а наша команда составлена целиком из воспитанников школы Мишина, готовых на всё, чтобы не подвести своих товарищей, даже перейти ради командного результата в другую весовую категорию. На этом чемпионате я проверил новый вес для себя, потому что я выступаю в весе до 60 килограммов, а так как у нас не было 63 участника, мне пришлось перейти в свою категорию повыше, поехать туда, ну как бы освоил новый вес для себя, вроде всем доволен, хотя уступил финальной схватке иранцу, но всё равно, что не делается, всё делается к лучшему. Все команды приезжали странными первыми номерами, а мы поехали без легионеров, чисто своей командой, которые тренируемся все в одном зале уже с малых лет. Очень приятно было бороться со всеми, потому что бились до конца за каждый балл, за каждый сантиметр, и настрой уже, настрой был бороться не только за себя, за команду. За команду, наверное, сложнее, потому что надо, кто-то проиграл, кто-то выиграл, надо, чтобы команда выиграла, и получается, и каждые очки считаются, там где-то надо не в сухую проиграть, где-то там выиграть в сухую, как-то всё читать, суммируется. Наверное, сложнее за команду бороться. Там разминаешься, телевизор сбоку смотришь, болеешь, считаешь, думаешь, кто выиграл, так наша команда, ну не можешь остановиться, вроде разминаешься, настраиваешься на свою встречу, подбегаешь, болеешь, кричишь, давай, давай, блин, хоп, потом дальше разминаешься, отборолся, быстрее смотреть, болеть, поддерживать, чтобы ребята так же выиграли, мы на этих соревнованиях были как одноцелой командой. Три медали чемпионата Европы, два золота чемпионата мира, серебро молодежного первенства планеты, победа в командном чемпионате России и серебро мирового клубного чемпионата. Уходящий год без преувеличения можно назвать для Мордовской школы борьбы сверхуспешным. Но отдыхать долго Максиму Суркову, Дмитрию Питайкину, Виталию Кабалоеву, Жамбалату и Мураду Лакьяеву, Ильдусу Емукову, Гаджимураду Джалалову, Денису Муртазину и Василию Паршину долго не придется. Так же, как и другим воспитанникам школы Мишина. Праздников и отпусков у нас не бывает, говорит Александр Тараканов. Праздник – это соревнование, остальное – трудовые будни. Поэтому 2-го, а кому-то и 1-го января, уже предстоит отправиться на тренировку. 2-го числа уже начнется подготовка у нас. И то 1-го числа некоторые ребята, которые уже будут делать определенную зарядку. А 2-го числа уже на тренировку будем готовиться к чемпионату России, потому что у нас 17-го уже чемпионат России в Калининграде будет отбор, чемпионат Европы, и год опять начнется заново. Анастасия Мишкина, Александр Жюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова